Далее переходим к нашей традиционной рубрике «Карта войны» по состоянию на 30 августа 2022 года. Карту, которую предоставляют американские институты изучения войны, аналитики этого института. Сегодня сосредоточимся только лишь на юге Украины, на Херсонской области. 29 августа было огромнейшее количество новостей по Херсонской области. Сейчас будем о них говорить. Напомню, что вооруженные силы Украины отбили штурмовые действия и понесли потери российским оккупантам в Херсонской области. Об этом говорит генеральный штаб вооруженных сил Украины. Вооруженные силы Украины, в частности, отбили атаки российских войск в районе Потемкинова, это Херсонская область. Также российские войска понесли потери и отступили. Ведут российские войска атаку по направлению партизанское, сейчас на ваших экранах в том числе. В то же время, если говорить о действиях вооруженных сил Украины, вооруженные силы Украины дают отпор в районе, противнику дают отпор от Белой Крыницы до Брускинского и Чкалова. Делают прорыв на территорию, которая временно не подконтрольна вооруженным силам Украины. Украинские военные, напомню также, что говорили в оперативном командовании ЮГ, они уничтожили переправу вооруженных сил Российской Федерации через реку Днепр. Напомню, на правом берегу Днепра, по сообщению российских СМИ, по сообщению украинских СМИ, американских СМИ, находится приблизительно 25 тысяч представителей вооруженных сил Российской Федерации. Буквально недавно один из экспертов в стриме на Ютубе, скажу так, Марк Фейгин, российский правозащитник, он призвал бежать российские войска с правого берега Днепра, ну и вообще с территории Украины, так как эти 25 тысяч могут быть попросту ликвидированными в дальнейшем вооруженными силами Украины. Ну, ранее, наверное, самый популярный район был, самый известный район Херсонской области, Береславский район, сейчас он на ваших экранах как раз. В Береславском районе, по данным Генерального штаба вооруженных сил Украины, в районе села Львова Херсонской области была уничтожена переправа как раз. За последние сутки вооруженные силы Украины также нанесли огневое поражение по 13 пунктам управления российской армии в Береславском Каховском районе, ликвидировали три склада боеприпасов, 82 российских военнослужащих, ряд образцов техники, что сообщалось 29 августа. Ну, Береслав, как раз, вот, наверное, одно из самых известных направлений вчера было, был возгорание на машиностроительном заводе, войска Российской Федерации там размещали свою живую технику, размещали живую силу, размещали технику, размещали в том числе боеприпасы. Большой пожар был, по крайней мере, так заявил председатель Береславской района военной администрации Владимир Литвинов. Также было попадание в пост, где базировались российские войска возле Северокрымского канала, ну и в том числе были взрывы в Гавриловке, также это Береславский район. Я же говорю, вот, наверное, один из самых популярных вчера упоминаний в СМИ, это как раз вот этот район, сейчас он на ваших экранах, не подгружается полностью карта, но тем не менее, скажем так, как раз вот Береславский район сейчас на ваших экранах. Но скажу то, что говорят в Генеральном штабе Вооруженной силы Украины, скажу то, что говорит президент Украины Владимир Зеленский, я, наверное, сейчас обращаюсь ко всем тем, кто определенным образом пишет в социальных сетях об возможных ударах Вооруженной силы Украины, Генеральный штаб, ВСУ, все прекрасно знает. Понятное дело, не будет сдавать места более того направления, по которым Вооруженные силы Украины сейчас ведут контрнаступательные действия. Контрнаступление идет давно, но оно идет точечно, и об этом также стоит напоминать.